Когда человек олиселил Бог, Иисус Христос, одних Он звал за собой, а другому сказал, иди и расскажи, что сотворил с тобой Бог. Поэтому я и здесь. Рассказать, что сотворил Бог. Будет две истории. И два свидетельства, которые идут параллельно и в одно время. Прихожу я на работу, захожу в офис, это как раз, я подменял свою сестричку родную, она уехала в санаторий. Она мне звонит, я думаю, это был понедельник. И говорит, плачет все в слезах утром. Говорит, Саша, я не могу это больше в себе держать. Говорит, во мне, в моих почках, полным-полно больших камней. Звучный мифор. И там, как бы, ну, везде, говорит, ну, говорит, если они начнут двигаться, я умру. Говорит, и плачет, говорит, я не хочу умирать. Ей 28 лет, ну, молодая девушка. Для меня это был, ну, как бы, шок. То есть, ну, то есть, не страх, ничего, просто я вот, ну, я слушаю, я, ну, я не могу верить этому. Я просто говорю, ну, это всем всегда говорю, говорит, все будет хорошо. Говорит, я говорю, все будет хорошо. Она плачет, говорит, ты всегда так говоришь. Ты всегда так говоришь. Я говорю, все будет хорошо. Говорит, не плачь, говорит, ну, все будет хорошо. Хорошо. Мы закончили разговор, я на работе, нет возможности уединиться, сесть за Библию, звать Господу, все, то есть я на работе. Буквально проходит совсем небольшой период времени, очень похоже, как в Иове говорится, еще не закончил, говорит тот, идет второй и говорит следующее известие. Я как бы выхожу на улицу, меня встречает наш директор, тот человек, который нам сдает в аренду помещение. И он говорит, Саша, так и так, говорит, ну как бы все, не было желания тебе говорить, расстраивать, еще до Нового года под тебя роют, копают и хотят тебя выселить, а заселить сюда другую компанию. Я занимаюсь продажей металлопластиковых окон, говорит, ну на меня как бы в скобочках просит начальник налоговой инспекции, то есть, ну говорит, сам понимаешь, как бы человек влиятельный, никто не хочет с ним иметь, ну вот, противостояние, как бы, да, вот, ну. Во мне язык прилип, я зашел в офис, и я понимаю. Ну, Иисус обещал скорбь, я это понимаю, что вы в мире будете иметь скорбь, как бы, да, умножайтесь, но для такой же степени, Господи. Видите, что самое интересное, бьет лукавый куда, по таким вещам, которые важны, видите, там за сестричку зацепил сильное больное, да, и еще то, что могло бы ее обеспечить, и все. Вот, как бы, я немножко расскажу еще, ну, уточню, да, вот, что значит для меня сестричка. То есть, у нас очень-очень хорошее взаимоотношение, просто, ну, ну, супер. Вот, я помню, как один там пастор проповедовал, и он, как бы, говорит там о муже и жене, ну, о том, какие могут быть взаимоотношения в семье. Муж с женой пришли в больницу, и муж говорит доктору, доктор, нога жены болит нам. Нога жены болит нам, а боит, то есть, обоим, то есть, понимаете, когда я вот, ну, когда мне Вито все рассказывал, то есть, ну, это больно и меня пронзило, то есть, ну, в том плане, что, ну, просто мы, ну, мы брат и сестра, ну, мы дружим, мы, как бы, ну, мы близки, у нас очень хорошее взаимоотношение, то есть, как бы, оно и на меня перешло. Я немножко скажу, что такое бизнес, ну, то есть, этот бизнес Бог дал. То есть, ну, было время, когда он прямо указал, что нужно делать, я вообще боялся это делать, ну, как бы, я просто повиновался и пошел, и, ну, как мы делали бизнес? Как бы, вот я просто, ну, для сравнения одну историю просто приведу, скажем так, которая меня в свое время зацепила, и, ну, ею руководствуемся. Говорят, что эта история облетела весь мир. Ну, к примеру, компания продает холодильники, к ней приходит недовольный клиент и говорит, я купил у вас плохой телевизор. Телевизор, компания приняла этот телевизор и возвратила человеку деньги, хотя ни вчера, ни третьего дня не торговала телевизорами. То есть, понимаете, вот, ну, бизнес, не то, что, как бы, я продал душу, но я, частичка моей души там, самым хорошим, как бы, словами. И вот, и с этим вот я сижу, и я понимаю, вот, я посыпаю голову прохом и пеплом. Я не знаю, что делать. Вот, говорят, что вот, когда входишь в клетку льву, да, нужно стул поставить и четыре, как бы, ножки, да, и он не знает, что делать. В своей жизни я привык всегда работать чем-то одним, вот, как бы, на цель, то есть, я понимаю, цель, я с этим работаю. В мою голову не вмещается бороться сразу за два. Как бы, ну, я не могу это понять, как это бороться с двумя, чем-то одновременно. И в своем сердце я принимаю решение, я беру пост. Начало сейчас, а конца я не знаю. Я умру, но я не буду вкушать пищу. Новозаветний пост, как бы, ну, вот, в моем понимании, да, когда Иисусу подошли, говорит, почему вот, ну, ученики Иоанновы постятся, а твои не постятся? Он говорит, не постятся, потому что, как бы, с ними жених. А когда отнимется жених, тогда и будет поститься. Я вот, я реально понимаю в своем сердце, что, ну, жениха не стало. Я не знаю, что делать. Мне нужен пост, мне нужно Слово Божие, мне нужно направление, потому, ну, как бы, я потерялся. Ну, страха, там, как бы, еще не то, что чувств не было, да, там. Я как-то нахожу время, ну, вот, это все в рабочее время, да, вот, я нахожу время, открываю Библию, начинаю читать буквально на первой странице, которую я читаю, да. Я, ну, немножко, как бы, в прошлое вернусь. Было время, когда Бог мне проговорил, что на любую твою проблему, говорит, на любую, я могу ответить на любой странице в Библии. И, знаете, не просто Бог меня так любит, у Бога нет лицеприятия. Вот я читаю Библию, как бы, да, я читаю Новый Завет, дохожу до этого места, ну, может быть, стихов 10-20 прошло, то есть я, как бы, ну, ну. Это не первый взгляд, куда упали мои глаза. То есть я иду, читаю, да, контекст. И Иисус говорил Петру, говорит, ты, Петр, камень. И он говорит такие слова, говорит, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе. И я вот, слушайте, вот с ощущением, что букв я уже не вижу, пришел Иисус и говорит мне лично. Он говорит, что ты разрешишь, то будет разрешено. Что ты запретишь, то будет запрещено. Я реально понимаю, в какой ситуации он это говорит. Он говорит об моей сестре. Я понимаю, то есть он дал мне полную свободу действий. То есть я выбираю, как дальше будет. Вся власть дана мне сейчас, дана Богом, по Его слову. И это слово будет действовать только в этой ситуации. Только, 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 как бы, с моей сестрой и сейчас. То есть такое слово, как Петр сказал, Господи, повели мне прийти к тебе по воде? Иисус сказал, иди. Петр пошел. Он больше никогда не ходил по воде, только вот сейчас. То есть живое слово Рема, которое Бог говорит в конкретной ситуации и конкретно тебе. Бог говорит. В Римлянам 10.17 говорится. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. То есть, для того, чтобы была вера, нужно, чтобы тебе лично сказал Бог. Повторюсь еще раз. Вера от слышания. Это место знают все люди. 90%. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Думаю, Господи, слава Богу. Как бы, ну, с этим, как бы, немножко стало легче. Потому что, ну, это, как бы, более больнее, да? И позвольте, вот, с этого момента я разделю свою историю на две части. Потому что, как бы, чтобы не было путаницы. Ну, что, как бы, с тем, да то потом. Настали очень трудное время на моей жизни. Скорбь, теснота. Мое любимое послание стало посланием к Иову. Я думаю, брат, как я тебя понимаю. Вот какое богодухновенное послание. Вы знаете, я сейчас пред Богом говорю. Я никогда не считал послание Иову, Богу вдохновения. Оно меня никогда не вдохновляло. Я всегда думал, почему у нас здесь Библия? Ну, в великих обитований, как бы, ну, там, горсть, ну, плач, как бы, ну, вот Иов там говорит и так, и так. И был перед Римом, когда я просто, я наслаждался этими местами Писаний. Когда он, когда Иов говорит, да, ну, просто поймите мою ситуацию. Я думал, человек рождается на страданиях, как искры поднимаются вверх. Там таки, там таки говорится. То есть, я понимаю, то есть, ну, сто процентов. Я согласен. Где-то, вот, где-то, ну, пусть через недель, где-то недельки через две, ну, была моя первая улыбка. Бог мне... Вот, представьте, если вы Бог, и вы Его слушаете. Ну, по слову. Как он размышляет. Вот он говорил о том, что Бог не лицеприятие. А послушайте, почему сегодня христиане молчат и не откликаются к Богу, и не прорываются? Бог, он отзывается на взов, на крик, на обращение, на стучание, на какие-то... Вы же посмотрите, он все, что в этом делать, в случае, он не останавливается. Ты же не изодвинут нам, не остановился, ты не пошел, потому что ты же семя в рамках, да? Аминь. Ты захотел. Аминь. Так же? Это далеко не конец. Я понял, что... Скажем так, вот, первая улыбка, которая появилась в моем на лице, вот, Бог проговорил мне через послание Иоанна. Он еще наполнит уста твоей смехом и губы твоей радостным восклицанием. Я не засмеялся, я продумал по себе, было бы хорошо. Так как санаторий был не специализированный, она поехала по костям, то есть, ну, специальных врачей там не было, то есть, как бы, были только так, ну, абстрактные вещи, и, ну, мы все ждали, что, как бы, ну, то есть, мы все это, я и Вит, об этом больше вообще никто не знал, потому что говорить маме это было запрещено. Ой. Она приезжает через... В это же время Бог дает мне исповедание. То есть, ну, я просто, вот, я получил слово от Бога, и я понимаю, что мне нужно делать, каким путем, Бог, ты будешь идти. И Бог положил исповедание на сердце. И, ну, как, всякий раз, когда мне приходило, ну, на ум то, что с Витой, я говорил, камни в кочках, вы растворяетесь, как роса на траве, вы исчезаете, как туман к полудню. Это я не сам себе придумал. Вот, поймите главное. То есть, это исповедание мне на сердце положил Бог. Потому что я искал пути, я думал, Господи, как ты хочешь сделать. То есть, либо через операцию, либо так, либо так, вот, какой твой путь. Потому что, ну, одним, Иисус говорил слово, и слуга выздоравливает. Вторая верила в то, что, как бы, ну, только прикоснусь к Иисусу, и все будет хорошо. Должен быть один план. Божий план. То есть, ну, как бы, и Бог мне дал, положил на сердце исповедание, и я говорил каждый раз. Ну, я не могу сказать, что я говорил много. Да, вот, иногда приходили моменты, что, ну, Господи, может, я мало говорю. И, может, я мало исповедую. Приехала сестра. Ну, нам нужно было, ну, сделать еще анализы. Я, как бы, в интернете набрал. Оказалось, центр Флорис местный, как бы, он очень, такой, там, современное оборудование, и, ну, хорошо, достаточно, ну, как бы, отзывы в Украине. И, к примеру, ей нужно ехать. То есть, мы уже все договорились, позвонили. Сначала хотели ехать вместе, потом оно как-то не получилось. К примеру, она едет завтра, да, с утра. Я вечером молюсь, я, как бы, ну, как всегда, я исповедую. И я понимаю, я не могу говорить больше эти слова. Я говорю, вы испарились. Вы исчезли, как туман к полуднюю. Вы испарились, как роса на траве. То есть, мне стало некомфортно говорить, что вы, как бы, как процесс действия. Как бы, что вы исчезаете. А она едет, делает анализ. Все чисто, остается только маленький камешек совсем и песочек. Она мне звонит, говорит, Саша, слушай, я, ну, да это, как бы, были в почках, боли, там, все-таки-таки-то. Я верю, что сейчас, Дух Божий, кого-то растворяет эти камни все есть. Я верю, что помазание сейчас, я не знаю, как вы, но я ощущаю помазание. И это помазание, оно сейчас активируется. Почему? Потому что такие свидетельства, которые вы говорите, и Писание говорит, иди, скажи. Он не только представил предсвященникам, как эти прокаженные. Он говорит, иди и покажи, представь ее. И знаете, они шли на эти проказы, смотрели. И им надо было еще встретиться при виде этих всего. У них вера была, что сейчас приду, скажу, но это исчезнет. Вот то, что он сейчас говорит, это вера в действие. И вера, которая ваша, она поднимает. Вы слышите, когда вы слышите эти вещи, у вас не только надежда, у вас есть надежда, которая переходит в веру. А вера угождает Богу и прямо сейчас творит здесь чудеса. И я в это убежден, наверное, вы будете свидетельствовать. Я только упустил один момент ненамеренный. Я забыл. Вита еще более, чем в санатории, делала промежуточный анализ. И как бы их становилось уже меньше. То есть это как бы подкрепило в свое время. То есть, ну вот, Бог дал слово, Бог дал исповедание. И начались, ну, как бы результаты. Приехала она домой, и как бы выписали какие-то препараты. Она там все купила, начала принимать. Это как бы дня, может, через 4-3, я не знаю. Нужно сдавать эти мочи для того, чтобы понять, какой состав камней. Она пришла сдавать мочу. Она говорит, ну-ка, что вы сюда пришли? У вас все чисто. Аллилуйя! Мы хотели помочь Богу, как бы завершить начатое, а ну, не получилось. И во время всего этого идет вторая ситуация. Через какое-то время подходит, ну, может быть, тоже недельки-две. Ну, я хожу мрачный. То есть я понимаю, что, ну, моя испытанная вера, ну, это как золото в огне переплавляют. Да? Вот, ну, вчера мы там были на Лидерском. Там проповедник говорил такое слово, как бы, ну, вот, мы, люди, верят, как на высоте 10 тысяч метров мы летаем. Да, я летал. Но пришло время, когда мой самолет фюзеляжем греб землю. Бог благ. Пришло время, и... Уже объяснить на вашу фюзеляжку? Ну, в общем... Да, носом, короче, самолетом. Да, 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 да. Уже как бы ниже, уже некуда. Некуда уже, да. Да, ну, дальше только, как бы, ну... Вот где вера начинается на Бога, да? Вот все, теперь верю в Божию. И заметьте, что здесь мне в нем нравится. Все, что он говорит. Это его сердце и мотивация. Вот смотрите, во всем чистота пред Господом. И за сестричку. Как за свое схватился. Не то, что сейчас вот пропиарю Иисуса, вот, ага, сейчас покажет тебе Господь. Нет, он вошел и пережил боль, как бы. Он увидел, что нужда есть, знаете, в сострадании. Потому что сострадание, это является голос Святого Духа. И в то, что вошел он, это бремя. Видите, он как разделил с ней это бремя. Мало того, что она же не так знает слово хорошо, как ты, так же? И поэтому он взял на нее, как, знаете, как этот паровоз, который зацепился и сказал, и мы, Господь, пройдем это. И давай, мне так дальше интересно. Во время всего этого я прохожу, как бы, вторую параллельную ситуацию. Ну, то есть события, как бы, друг с другом всегда переплетаются. Я специально разделил, потому что, ну, это невозможно так пересказать. Проходит некоторое время, встречая я директора, а, то есть, ну, кто роет? Мой бывший напарник. То есть мы разделились. Ну, ему отошел один офис, мне второй. Ну, как бы, вот так, да? То есть, а получается, что его хороший друг, одноклассник, это начальник налоговой инспекции. Бог силен. Бог расположил сердце нашего арендодателя в том, что, как бы, ну, он, ну, с его слов, он был на нашей стороне. Ему Бог, как бы, вложил идею, то, что нужно, ну, не просто, как бы, это, ну, передать, это в чужие руки, да? А он говорит, ну, то есть, он говорил с начальником налоговой инспекции, говорит, ну, слушай, как-то так несерьезно получается, как бы, я человек серьезный, да, вот, ну, и такие слухи начнут ходить, там, да, вот, что, ну, такое сделаем. Говорит, давай тендер хотя бы сделаем. И он говорит, ну, я там, как бы, он сказал добро, начальник налоговой инспекции, говорит, пусть будет тендер. Я думаю, господи, ну, хоть маленькая надежда есть, потому что до этого, ну, шансов ноль. Тебе, говорит, все, конец. Проходит еще некоторое время, ой, извиняюсь, в тот же самый день, вот, самый-самый первый, когда Бог дал слово об обиде, да, я прихожу домой, и, господи, есть еще одна нужда, то есть, есть еще одно, ну, я не знаю, что делать с этим. И мне было в сердце, вот, читай псалмы. Думаю, ну, раз не сказано, с какого, буду с первого. Начинаю читать псалмы, и я понимаю, как бы, Бог обращает внимание на определенные местописания о том, что жален нечестивых погибнет. Если он будет рыть яму, туда мне упадет, скажу откровенно, я удивился, на каждой странице минимум по два обетования. Я никогда их столько там не видел. Я думаю, господи, я хоть правильно, ну, то есть, ты хочешь сказать, что, как бы, ну, вот так и так будет, потому что, ну, и, ну, как бы, одна из частей христианской жизни, забираю тебе верхнюю одежду, как бы, отдавай ей, ну, и другую. Я думаю, смотрю, Давид молится так, как бы, в псалме, там, да, вот, ну, пусть нечестивые там роют и упадут. Думаю, ну, наверное, воля Божья так будет. Будем молиться. Проходит, как бы, время, да, вот уже тендер. Я был уверен, что тендера не будет, думаю, побоится, побоится Бога. Хотя, как бы, ну, столько зла было там, ой, до этого. Как Павел говорил, как бы, был я в опасностях на море, среди разбойников, говорит, и среди лжебратьев. Настает тендер, ну, как бы, был в этот четверг первый, так скажу даже. В этот четверг, ну, я вижу, он идет. То есть, как бы, я пришел на работу, а тендеры будут, ну, скажем так, в районе там, где мы снимаем помещение. Я вижу, идет. Ну, думаю, мир Божий, все, как бы, внутри хорошо. Ну, какая разница, что в голове там творится всякое. Посмотрим, что будет. Начались торги, как бы, ну, цена за ценой, все выше, выше, выше. Как бы, потом уже включились у меня эмоции, начинаю называть цены, которые я не могу, я понимаю, да? Ну, то есть, за такие аренды, то есть, ну, невозможно работать. Я говорю, все, я сдаюсь. Начинается вопрос обговаривания, как, ну, за сколько вы сможете оставить помещение, понимаете? Ну, говорю, говорит, три дня вам достаточно будет? Я говорю, вполне достаточно. И, как бы, директор там говорит, ну, несите договор, сейчас будем подписывать. Ну, ниже уже некуда. То есть, я признал, как бы, полное поражение, ну, что есть, то есть. И вдруг этот человек говорит, я не готов подписывать договор. И начинается торги в обратную сторону. Аллилуйя! Здравствуйте! Здравствуйте! Как бы, потом, скажем так, вот, директор говорит, ну, говорит, буду, говорит, цифры, да, как бы, ну, 70 гривен закладал. Это, как бы, для нашего города очень большая цифра говорит, я подписываю, как бы, я подписываю прямо сейчас. И тут, как бы, ну, я понимаю, говорю, слушайте, подождите, как-то так, ну, что-то, как бы, как детский сад. То туда, то сюда, говорит, давайте перенесем тендер. Почему я, ну, говорю, что нужно перенести? Потому что внутри себя я не был готов к торгам. Я не знал, для какой суммы, ну, Бог разрешит мне торговаться. То есть я вообще ничего не... Я пришел, думаю, ничего не будет. А ты кто по национальности? Может, не говори. А ты, видишь, волновался. Так, и о чем? То я его увидел на политсобрании, я подошел к нему, а у него глаза глаза, говорит, и вообще, как спал, что это, он волновался свидетельством. И он там мне начал говорить, я вижу, что его надо подназидать. Я начал назидать, уже смотрю, что я так увлекся, что... Получается, как бы, ну, то есть, как бы, слова, скажем так, мои убедили членов комиссии и решили перенести на Пятницу, которая была. Я думаю, нужно звонить Стасу. Думаю, какая разница, каким путем... Уже на человека пошло. Да, уже на человека пошло. Звоню, как бы, не до звания, думаю, ну, наверное, ну, так Богу угодно. Потом, как бы, в трубку берет в обед Стас и слышит голос вообще расстроенный. Он говорит, что такое? Да, я говорю, ничего. Он говорит, ну, давай вечером созвонимся. Созвонились мы вечером. Он говорит, что, ну, ситуация в стране, говорит, там вообще, ну, как бы, брат расстроен был. Ну, как бы, поделись со своим, там, да, вот. Он говорит, ты верь, говорю, я верь. И он, как бы, я так не понимаю, к чему он это сказал, как бы, да, вот, контекст. И он мне, и думаю, как бы, я сам, ну, как я мог забыть о трех парнях, молодых парнях. Седрах, несах и орденаголах. Не Стас напомнил. Он говорит, а помнишь, я вот те пацаны, говорит, я, как бы, для себя понимаю, вот, как бы, в духе, да, вот. Как бы ни было с этим офисом, золотому истукану, я поклоняться не буду. Спасет, спасет. Не спасет, не поклонится. Еще интересно, смотрите, он, как важно, чтобы кто-то у тебя на пути, потому что он, как бы, задвинул уже стрелочку, передвел с Бога, начал на человека идти, да, чуть-чуть. Да, подожди, я как мысль просто, и потому что бывает часто в христианстве такое. И когда он пошел этим путем, вдруг помазание, которое на братьях, оно начинает ему служить, если правильно так, ты начинаешь слово человека вести. Он начинаешь ему говорить, как по описанию. И вот он, брат Стас, ему говорит послание, которое ему нужно. И знаете, все это то, что касается, когда ты уже не на Бога уповашь, а все-таки идешь в тое последнее, да, на Господа. И тогда у тебя уже снова. Ну и давай, интересно. Стас говорит, давай помолимся, молитвой согласия. Говорю, давай. Помолились, и он говорит, завтра утром мне позвонишь и засвидетельствуешь. Говорю, хорошо. Было ночь, было утро, спал хорошо, прихожу как бы на тендер. Ну, является человек, как кто подменил. Хоть к крау не прикладывай. Может, я бесплатно его отдал. Ну, не совсем бесплатно, но договор мы подписали по хорошей цене. Спасибо. 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 Давайте будем с вами. Слава Богу.